Это по мне! Тинкер. Буш. Интеллектуальный гоблин, чьи магические заклинания приводят в ужас всех врагов. Они настолько мощные, что превосходят даже эльфийскую магию. Тинкер зачастую вызывает на помощь своих гоблинов-союзников, потому что действия сообща, они наносят сокрушительные удары. Используя лазер, Тинкер наносит множество повреждений по врагам, заставляя их при этом промахиваться. Перезарядка всего боекомплекта позволяет гоблину использовать бесконечный телепорт. Совершенствуя свои навыки, Тинкер становится кровожадным убийцей. Хорошо. Там ЕС шел по руне. Почти на вставочку. Такая чисто догонив с геймингом. Да хватит ЕС. Ладно, бокеру. Я просто как крип, он постоянно эхо слэма в меня дает. Боже, почему я по кд фижу? Соберитесь, алло. Ракетами просто там щу-щу-щу. Хорошо. Хорошо. Вот он импакт. Есть что-нибудь, бро? Плохо. Плохо. Убью-йой. Нет. Нет. Ехали. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас гайд на Тинкера. А это значит, что сегодня мы узнаем, как работает у нас лазер, как работает у нас миссл, как работают марши и как работает реарм. Данный гайд, друзья, по сложности игрового процесса довольно-таки тяжелый, потому что этот персонаж требует очень большого количества микроконтроля, но я постараюсь вам рассказать, как я это делаю и как нужно это делать в идеале. Не скипайте теорию, не скипайте практику и досмотрите до конца. Будет очень интересно. Поехали. Итак, друзья, первая способность в нашем персонаже это лазер. Данная способность очень хороша на стадии лайнинга, да и в принципе в лейтгейме, потому что тут чистый урон у нас. И что ж, давайте разберем. Хоткей у нас Е, прокачали данную способность. Дальность применения этой способности у нас 550 единиц. Давайте закастуем и посмотрим, что произойдет. Смотрите, вот так вот залетает Тускара, Тускар у нас бежит, начинает атаковать. Давайте тут какой-то дебаф и опа, там были промахи. Как это у нас все работает? Давайте разбирать. По уровням прокачки тут написано, что есть определенный урон и есть длительность какого-то блайнда. Блайнд это ослепление. Соответственно, кастуя первый спелл, вы ослепляете оппонента и наносите урон. Ослепление у нас идет на 100%. То есть каждый оппонент, на кого будет вот этот лазер у нас накинут, он будет жестко промахиваться. Жестко промахиваться. То есть на 100%. 100% промах. На крипов это действует всегда на 6 секунд, а на героев определенное количество времени в зависимости от уровня прокачки. Что ж, давайте разберем. На первом уровне нанесется у нас 80 урона и 3 секунды ослепления будет. На втором уровне 160 урона и ослепление 3,5 секунды. На третьем 240 урона и 4 секунды ослепления. И на четвертом уровне 320 урона нанесется и 4,5 секунды ослепления. При этом КД 14 секунд и монокос такой. 95, 120, 145 и 170 маны будет требоваться для того, чтобы использовать данную способность. Как вы видели тут еще желтенькие надписи, но об этом чуть-чуть позже. Смотрите, данная способность, так как она у нас таргетная, она в линку не залетает, соответственно в линку спокойно сбивается. Далее в БКБ не будет работать. Ну и что же самое интересное, спросите вы на этой способности? Это, конечно же, тип урона. Данная способность наносит чистый урон. Соответственно, на стадии лайнинга это очень мощный спелл тем, что вы можете раскачать его просто на седьмом уровне. 320 чистого урона будете жестко вдушивать в оппонента. Ну и в принципе все тут по этой способности. Что нам будет давать Аганим, спросите вы? Аганим будет у нас давать то, что появится отскок от оппонентов. То есть радиус отскока появится. Вот я подобрал Аганим и смотрите, если я закину вот сюда вот у нас лазер, как вы видите, лазер вот так вот проотскакивал, нанес очень много урона. При этом он всех ослепил. Радиус отскока с Аганима становится 550 единиц. И наш первый спелл становится таким грозным орудием. То есть вы сможете уже запрыгивать вот так вот с драку и всех ослепить, то есть и нанести много урона. Это очень прикольная тема. Ну Аганим Аганимом, но как бы в принципе по этой способности уже поговорили, друзья. Давайте перейдем уже на вторую способность. Вторая способность тоже у нас улучшается Аганимом. Также будем разбирать, потому что на реарме с Аганимом я не вижу смысла что-то разбирать, потому что улучшается у нас, соответственно, первая и вторая способность. Поехали, друзья. Итак, друзья, следующая способность у нас на персонажа, это, конечно же, ракетки, которые мы уже прокачали. Хватки у нас Т. И что они у нас будут делать? Дальность применения этих ракеток 2500, это классный спелл, который позволит вам подфармливать оппонентов лоухоповых, но, есть несколько но, и сейчас мы их будем разбирать. Давайте вот так вот зайдем в не вижен и конечно же попробуем кастануть их. Как вы видите ничего не произошло, проигралась анимация и ракеты никуда не полетели, но давайте сделаем так, что мы будем видеть оппонента. Вот мы сейчас конкретно видим у нас Тускара, Клока и конечно же Рубика, закидываем Т и полетели у нас ракетки. Как вы видите все работает, все отлично работает. В чем прикол этих ракет, спросите вы, и как вообще они разлетаются? Всего у нас допустимо две цели и тот, кто будет ближе к Тинкеру, то есть допустим в данный момент ближе у нас Клокверк и Тускар, именно в того и полетит эта ракетка. Сейчас по теории должна полететь у нас ракетка в Рубика и в Тускара. Да, действительно так и есть. То есть те персонажи, которые ближе находятся к Тинкеру, естественно в них и летит ракета. Ни по какому рандому, то есть тут нет никаких рандомов, что там допустим запускаешь ракеты, они хотят полетели в Клокверк, а хотят полетят в Тускара. Они будут лететь в тех персонажей, кто именно ближе по расстоянию к Тинкеру. То есть 2500 это максималочка и кто ближе будет стоять, в того и будет лететь эта ракетка. Как вы видели, у нас тут по уровням прокачки везде написано две цели и написан урон. Но когда у нас будет Аганим, у нас цели будет немного побольше. Об этом чуть позже поговорим. Давайте разберем уровни прокачки. Смотрите, на первом уровне одна такая ракетка, которая полетит в оппонента, будет наносить 125 урона. При этом у нас всегда здесь две цели. Две цели мы не будем затрагивать уже, погнали по урону. На втором уровне 200 урона, на третьем 275 и на четвертом 350 урона нанесет одна вот такая вот ракетка, которая полетела и врезается. При этом тип урона у нас магический, худый пайпы все смягчает. И давайте посмотрим КД. КД 25 секунд. Монокост у нас такой. 120, 140, 160 и 180 маны. Как вы видите, камера, блин, во, вот так вот. Как вы видите, 180 на ласт уровне будет у нас требоваться для того, чтобы заюзать эти ракетки. Эта способность в БКБ не нанесет урона. И, конечно же, есть тут еще прикол, что эту способность никак нельзя откайтить. То есть, если ракетка летит, догеруйся, не догеруйся, она все равно будет лететь за вами и нанесет вам урон. Это жесткий, так сказать, жесткая фишка этой способности. Ну и самый минус этой способности, если много иллюзий, если там фантом какой-то, то, естественно, постоянно будет в иллюзии у нас улетать вот эти вот ракетки. И, к сожалению, урона оппонентам вы особо не нанесете. Поэтому, чем меньше на карте иллюзионистов, тем нам лучше. Ну и что ж, самое время поговорить о аганиме на этой способности. Как вы видите, аганим у нас уже вот подобран. И что у нас меняется? Конечно же, у нас становится 4 цели. Да, 4 ракеты у нас будет вылетать, так как у меня тут 3 оппонента всего, поэтому летит и 3 ракеты. Это очень классно тем, что вы просто можете вот так вот наспамливать. Но это с реармом так будет еще. И, короче, 4 ракеты наносят очень много урона, и это классно. Если, допустим, есть какие-то иллюзионисты, уже вам чуть-чуть полегче будет, потому что вы сможете раздамаживать очень быстро иллюзии. Ну и в совокупности, при улучшении аганимы первой и второй способности, это очень даже годная тема. То есть у вас все способности становятся более массовыми. То есть вот так вот уже лазер и ракеты в совокупности уже очень много нанесут урона. В принципе, аганим и первую и вторую способность мы уже разобрали, друзья. Остается у нас марш и, конечно же, реарм. Давайте уже приступим к разбору этих способностей. Итак, друзья, следующая способность к нашим персонажам, это, конечно же, марши. Прокачали мы их от Кейт-С. И что ж, дальность применения этой способности всего 300 единиц. И давайте вызовем этих маршей. У нас появляются такие клокверки. И что ж они делать будут? Смотрите, мы можем пытаться от них уворачиваться, но все равно они могут попадать. И каждый клокверк будет у нас наносить определенное количество урона в зависимости от уровня прокачки. Смотрите, один у нас на первом левеле будет наносить 16 урона, на втором 24, на третьем 32 и на четвертом 40 урона будет наносить один вот такой вот клокверк, который будет просто идти по пути, куда у нас указал Тинкер. И смотрите, КД у нас 35 секунд и монокост такой, 145, 150, 165 и 190 маны будет требоваться для того, чтобы создать у нас вот этих клокверков. Очень прикольно. И давайте разберем. Раз у нас вот так вот Тинкер кастует и они уходят со спины, то мы можем также делать, что вот смотрите, они у нас сейчас идут туда в ту сторону и мы кастанули вот сюда вперед, но можем сделать и вот так вот. То есть у нас клоки могут сразу со стороны оппонента выходить и это очень-очень круто. При этом уворачиваться можно от этих клоков, но у них там радиус вот этого взрыва, то есть клокверки врезания 50 единиц. То есть вы сможете как-то пытаться отмансивать от них, но тем не менее все равно у вас мало что будет получаться. Ну давайте попробуем, типа. Это игра, как помните, машинки. Эх, блин, уже врезался. Вот тяжело, вот тут проход можно. О, во. И, ну, урона, кстати, меньше получил. Но это прикольно. Но, конечно же, в драке никто этого делать не будет. И что ж, что самое интересное на этой способности? Это у нас магический урон. Ну тут есть, короче, приколюха одна. Я затестил. Раньше эта способность имела физические уроны. Можно было душить эншентов, то есть стакать эншентов и душить. А сейчас это у нас магический урон. Но тут какой-то прикол есть. Вот я нажимаю на Рубик и БКБ, и Рубик все равно получает урон. Я не знаю, баг это в лобби или в игре, но в игре я это буду смотреть. Потому что тут урон проходит через БКБ. И, в принципе, все по этой способности, друзья, указывайте, где, откуда начать появляться к локверкам. Или со спины оппонентов, вот так вот вы укажете, вот со спины оппонентов, вот так вы укажете. Или спереди оппонентов. И все. Вы можете выфармировать линии этой способности или просто поставить где-то в лесочке, чтобы подфармить юнитов. Очень, в принципе, простенькая способность. Ну и что ж. Самое время, наверное, у нас перейти на реарм. Это очень сильная способность на тинкере, основная. И мы ее будем сейчас разбирать. Что у нас можно перезарядить, а что нет. Поехали. Итак, друзья, самое время у нас разобрать, конечно же, наш реарм. Реарм это перезарядка всего, что у нас есть. А именно, перезарядка первого, второго, третьего спела. Перезарядка всего инвентаря. Ну как всего. Я тут подобрал артефакты, которые у нас не перезаряжаются. И артефакты, с которыми нужна дополнительная теория. То есть, дополнительный разговор, потому что есть некоторые нюансы. Смотрите, по уровням прокачки у нас тут улучшается время вот этого реарма. То есть, на первом уровне для того, чтобы перезарядиться, потребуется нам 3 секунды. На втором уровне 1,5. И на третьем 0,75 будет требоваться времени для того, чтобы перезарядить у нас наши способности. У нас сейчас способность первого уровня. Поэтому давайте попробуем ее нажать. Хоткей у нас R. Это у нас чаннелинг. То есть, любые применения, там станы, хиксы нам собьют вот эту перезарядку. И мы не перезарядимся. Поэтому нужно быть аккуратными. Ну и что ж, у нас тут еще есть. Вот так вот нажимаем реарм, нажимаем движение и, конечно же, сбиваем. Работа с шифтом, друзья, тут должна быть. Напоминаю, где находится у нас шифт. Давайте посмотрим на клавиатуре. Вот тут шифт, вот тут контрол, вот тут шифт. Зажимаем шифт и пользуемся. Зажали шифт, вот так и герой у нас идет. Давайте попробуем вместе, кто у нас учится. Смотрите, шифт нажали и побежали. Вот так вот мы будем все делать. Нажали вот так шифт. Это для того, чтобы вы поняли, как мы будем учиться играть на тинкере. Но дополнительно после теории мы еще пройдемся по некоторым моментам. Смотрите, шифт, вы поняли, да? Теперь нажимаем R, это у нас ходки и перезарядки. И нажимаем шифт и движение. И вы себе не собьете никогда реарм. Оп, и тинкер доходит. Все. Это основное, что нужно сделать на тинкере после того, как вы нажали реарм. Привыкайте. И далее, что у нас имеется? Так как у нас реарм перезаряжает почти все, что у нас есть, давайте разбирать, что можно перезарядить, а что нет. Смотрите, у меня тут лежит линка, некра, лежит бкб, лежит доминатор, лежит рефрешер и, конечно же, миндас. Давайте закинем миндас и попробуем его перезарядить. Закидываем. Перезаряжаем. Конечно же, миндас у нас не перезаряжается. Выкидываем. Далее, рефрешер. Типа круто было бы, знаете, Заюзали там, опа, юзанули там, допустим, ракеты. Нажимаем реарм. И что ж, у нас должен откатиться рефреш. Но он у нас не откатывается, как видите. Поэтому рефрешер тоже не работает. Откидываем его. Далее, доминатор. Чтобы переманить весь лес. Поехали. Опа. И перезаряжаем. И нет, он у нас не перезаряжается. Оставляется также кд. Поэтому выкидываем доминатор. Далее, БКБ. Самое интересное. Нажимаем БКБ. Реармимся. И что у нас получается? БКБ также у нас не перезарядилось. Давайте попробуем еще раз. Может баг какой-то? Нет. Как вы видели, вот так вот откатывается. Как будто мы вот так вот выкинули и подобрали. И идет кд дальше. К сожалению, это так не работает. Подбираем некров. Некров тоже интересная тема. Опа, закинули на линию. Мы пытаемся перезарядить. И как вы видите, не перезарядились. Поэтому некрономикан тоже у нас отправляется в топку. Отправим их на Рошана. И разбиваем. Далее, линкин сфера. Вот тут интересно. Линка. Вообще, линка на 83 и БКБ, по-моему, они перезаряжаются. А тут посмотрим. Вот так вот нам сбили линку. Перезаряжаем. И как вы видите, линка у нас идет дальше по своему калдауну. Это, конечно же, очень-очень плохо, друзья, что линка не перезаряжается. Ну и теперь дополнительные артефакты, которые у нас требуют определенной теории. Все вы знаете, что мека и грифсы это, в принципе, одни и те же артефакты. Но мека это у нас отдельно хил. Грифс это у нас и хил, и пополнение маны. То есть, это у нас мека и аркана вместе взятых. Тут у нас лежит аркана и лежит у нас грифсы с мекой. Давайте попробуем юзать аркану. Юзаем аркану, юзаем, конечно же, реарм. И снова юзаем стоп. А аркана должна перезаряжаться. Вот это уже очень плохо. Я думал, если честно, что аркана у нас перезарядится. Но она почему-то не перезаряжается. Ладно, отставим. Следующий момент. Вот это, честно, я не знал. С арканой аркана должна перезаряжаться. Но вот с грифсами посмотрим, как это будет работать. Следующий момент. Все вы знаете, что мека у нас хилит только раз в 40 секунд. То есть, мы нажимаем сейчас меку. Если, допустим, зареармимся. Она у нас откатится. И по дополнительному, по еще одному нажатию у вас будет вылетать вот такой варн. И вы не захилитесь. То есть, есть тайминг определенной работы меки. Вот это нужно помнить. Ну и что ж у нас тут остается? У нас остается грифс. И, конечно же, давайте пообузим грифсы. Нажимаем. Хил с грифсов. Как вы видите, вылетает варн. Это насчет меки. Это я вам уже рассказал. И что ж. Смотрите, мана, кстати, нам пополняется. После того, как мы юзаем гриф. Смотрите. Оп. Мана пополнилась. И реармимся. То есть, на грифсах пополнение маны у нас работает. А на арканах нет. Как такое вообще допустимо, я, если честно, не понимаю. Но это вам, так сказать, для того, чтобы понимать, как это все работает. Ну и что ж. Самое интересное, что у нас остается. Все артефакты мы, конечно же, разобрали. Которые у нас не реармятся. Ну и что ж. Давайте поехали. Тинкером погуляю немного. Вот так вот у нас мы можем сделать сюда ТП. Подойти. Зареармиться, конечно же. Перекинуть вот сюда телепорт. Потому что мне неудобно. И, конечно же. Блин, если в лобби еще так все поровнее работало. Было бы круто. И на тинкере можно вот так вот перемещаться. Все у нас перезаряжается. Все у нас очень-очень хорошо. ТПшимся на базу. И все у нас круто. Что ж. Теорию мы разобрали, друзья. Реарм у нас перезаряжает определенные, так сказать, предметы. И, что ж. Надеюсь, вы не будете собирать медасы и пытаться их перезаряжать. Потому что я показал, что так не работает. И остается у нас только работа с шифтом, друзья. Давайте сейчас немного побегаем с шифтом. Посмотрим, что у нас будет происходить. И пособираем дефолтные артефакты на этом персонаже. Я вам пообъясняю, как лучше что делать. Поехали. Итак, друзья. Я собрал дефолтные артефакты на нашем персонаже. Именно Хиекс у нас Дагон и Этериал. При этом вот такие вот у нас еще тут два артефакта. Это Даггер и, конечно же, Тревел. И что ж. Вкачал я ультимейт на второй левел на полторы секунды. На 0.75. Очень большой монокост. И, к сожалению, у нас не хватит даже на три прокаста. Так на два, в принципе, можно делать. Что ж. Давайте разбирать, как работать с шифтом. Шифт вы все поняли, где находится. Я уже показывал. Давайте еще раз походим вот так вот. Как видите, Тинкер у нас полностью слушается. У нас тут есть подопытный Клокверк. У него очень много HP. И просто он будет у нас такой в роли мишени. Что нам нужно научиться делать первое? Это, конечно, сделать ТП. Зажать Shift. Нажать на Даггер. И, конечно же, после шифта у нас Тинкер сразу же улетает сюда. Как это делать? В принципе, это очень-очень просто. Но давайте я, наверное, поменяю расположение камеры, чтобы вы посмотрели, как это все, в принципе, юзается. Итак, друзья, поменяли мы расположение камеры. И что ж, Shift находится вот здесь. Я напоминаю, какие у меня бинды стоят. То есть у меня Даггер стоит на пробел. То есть нажимаем пробел. Он Даггеруется. Даггон у меня на четверку. Этериал у меня на пятерку. То есть 5, 4. И Хекс у меня стоит на Йо. На вот эту кнопку. Вот тут ТАП, а вот тут Йо. И что ж, этим мы сейчас и будем пользоваться с помощью шифта. То есть, смотрите, нажимаем ТП, нажимаем Shift, нажимаем пробел. Даггеруемся. Опа, у нас получается такой эффект. Показываю медленно, как это осуществить. Если вы никогда не играли на Тинкере, это вам очень поможет. То есть у меня вот этот вот ТП, у меня находится вот здесь кнопочка. Все у меня спрашивают, Азез, купи клавиатуру. А я не могу купить клавиатуру. У меня нет вот этой кнопки. Новые клавиатуры делаются без вот этой кнопки. А у меня на нее стоят бинды. И никто меня не слушает, и никто меня не хочет понять, насколько это больно играть без этой кнопки. Что ж, юзаем ТП. Медленно давайте юзается ТП, зажимается Shift, нажимается пробел. И нажимается таргет, куда нам нужно телепортнуться. И мы спокойно заюзали у нас этот Shift. Это лишь малая часть того, что мы сейчас будем делать. Получается у нас так, что если вы уже научились это делать, то есть нажимаете Shift, нажимаете там таргет, бинт, пробел и все. И идет у нас сюда персонаж. При этом важно после даггера нажать идти еще раз. То есть еще раз через Shift идти. Для того, чтобы у вас персонаж уже имел заданную траекторию. Это очень-очень важно, друзья. Просто приучитесь это делать. Ну и что ж. Самое нужное то, что нам нужно уже научиться делать. Все вы знаете, что у нас есть касты анимационные. То есть допустим, вот смотрите, если мы вот так вот сделаем первый через Shift, то он так вот будет. Там посмотрел немного анимацию и пошел. Вот этой анимации мы можем ее скипать просто обычным движением. То есть после первой способности зажимать Shift нельзя. Потому что у вас персонаж будет стоять. Также после второй способности. То есть если вы идете, нажимаете T и нажимаете опять идти. И у вас тинкер будет это делать очень долго. Нежели чем вы вот так вот просто нажмете движение. То есть вот этот момент тоже нужно понимать. То есть если вы идете, нажимаете T, как видите, минимальная задержка. А если вы будете идти, нажать T и опять идти. То посмотрите, как у вас тут каст будет. И тинкер у вас дальше пойдет. Поэтому после того, как заюзали первый, как заюзали второй спелл. Вам обязательно, обязательно, друзья, нужно просто нажать движение. Не нажимайте Shift, чтобы двигаться. Я надеюсь, вот этот момент понятен. Ну и что ж, самое мощное теперь это, в принципе, скомбинировать то, что мы уже научились. Мы научились вот так вот ТПшиться. И давайте попробуем нажать Дагон туда. Как видите, сработало. Все работает. И теперь давайте попробуем это все вместе почуть добавлять в комбинацию. То есть мы нажимаем ТП, мы нажимаем Shift, мы нажимаем Даггер, мы нажимаем Дагон еще раз. При этом Shift важно отпускать и зажимать. Смотрите, как я делаю. Я нажимаю ТП, я нажимаю Даггер, я отпускаю Shift, потом опять нажимаю Shift, нажимаю Дагон. И это все очень вот так вот будет жестко работать. Я, если честно, не знаю, поймете вы эту тему или нет. Давайте попробуем еще раз. То есть вы можете Shift постоянно держать. То есть пробел, Shift там. Но у вас, когда будет зажат Shift, вы не сможете ничего накастовать. То есть вот видите, таргет вот этот не отпускается, когда у вас Shift зажат. Смотрите, вы нажали вот так вот. Я вам сейчас еще раз покажу, чтобы было понятнее. Нажаем, вот. Shift нажали и у вас до сих пор висит вот этот таргет. Как сбить этот таргет? Вы нажимаете его и отпускаете Shift. И сразу же этот таргет пропадает. Давайте еще раз. Будем задрачивать эту тему, пока вы не поймете. Смотрите, нажимаем ТП, нажимаем Shift, нажимаем Даггер. И у вас вот этот таргет до сих пор висит, пока вы не тпхнетесь. Как убрать этот таргет? Этот таргет убирается отпусканием Shift. То есть вы постоянно должны жонглировать этим Shift. Блин, я уже так долго объясняю. Надеюсь, хоть что-то понятное объясню. Теперь, когда вы научились убирать этот таргет Shift. То есть просто зайдите в Solo Lobby и попробуйте эту тему поделать. Вы нажимаете ТП, убираете Shift. Опять нажимаете Shift, нажимаете Таргет Даггона. Потом опять отпускаете Shift, нажимаете Shift, нажимаете Таргет Этериала. И вот так вот Shift, 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 быстренько накидали. И получается у вас на оппоненте примерно вот такая вот комбинация. И нажимаете движение. У вас тинкер прилетает, отдает все кнопки и отходит. Этому нужно приловчаться. То есть к этому нужно приучиваться. У вас в первый раз так не получится. Если вы неопытный тинкер и вам это тяжело, то вам будет это немного сложновато делать. А потом уже просто напихиваете кнопки без Shift, потому что уже потом намного тяжелее. То есть тут Shift подрабатывать эту тему и уходите на ТП дабл кликом. Дабл кликом на базу и все у вас отлично. Очень важный момент. Некоторые жалуются, что у них персонаж ТПшится непонятно куда. Есть такая механика в игре. Там где вы Трэвел подобрали, туда вас и будет ТПшить. То есть если вы Трэвел подобрали на миду, то вас и будет ТПшить на мид. Поэтому, чтобы предотвратить такую тему, желательно, если вы принесли себе ТП, вернее Трэвел на мид, выложите потом на базе его и поднимите. Тогда вы будете по дабл клику лететь. То есть дабл клик бинда нажимаете и у вас персонаж летит на базу. Вот такая вот тема. Что ж, надеюсь насчет Shift вы поняли, что очень важно научиться. Первое, что нужно, давайте пройдем еще раз, чтобы я уже с чистой совестью пошел на практику, друзья. Смотрите, ТПшимся, нажимаем Shift, нажимаем даггер, отпускаем Shift. У нас Тинкер ТПхнулся. Все у нас хорошо. Это первый урок. Второй урок. Нажимаем Shift, ТПшимся, нажимаем движение. Как вы видели, я этот Shift опять подзажал. То есть я его держал, потом отпустил, потом опять начал держать. Когда вы задаете ему второе движение на Тинкере, то есть вот так вот, можно Shift держать в принципе в этот момент, можно не держать. Я его отпускаю постоянно. Смотрите, далее. Это был второй урок. То есть если вы научились уже вот так вот двигаться, это очень-очень хорошо. Далее. Что нам нужно научиться? Далее. Третий урок. Мы должны скомбинить это все. То есть уже с отпусканием Shift. Все. Нажали. Как вы видели, с отпусканием Shift у меня все отлично сработало. Давайте попробуем не отпускать Shift. Получится у нас что-то. У нас ничего не получается, когда мы не отпускаем Shift. Нужно научиться отпускать Shift. То есть постепенно пробуйте. Смотрите. ТПшимся. Даггер туда нажимаем. Отпускаем Shift. Опять зажимаем Shift. Нажимаем Даггон. Опять отпускаем Shift. Опять нажимаем Shift. Нажимаем Этериал. Опять отпускаем Shift. Опять нажимаем Shift. И нажимаем уже Хекс. Все. И у вас полноценно получится комбинация. Но это нужно делать очень быстро. То есть вот так вот. Раз, два, три. Все. У вас персонаж прилетает и отдает полный проказ. Надеюсь, это будет хоть кому-то полезно, друзья. Надеюсь, я смог объяснить, как это делать. Ну и что ж. Есть некоторые еще такие моменты, когда вы ТПшитесь, нажимаете Т, то есть, допустим, хотите откинуть ракеты и через Shift идете. Это неправильно. Правильно будет сделать. Улететь сначала куда-то с даггера, допустим, вот сюда. И здесь уже накидывать. Если что, потом просто отмансовать и вот так вот раскидывать. При этом каждый раз, друзья, когда вы реармите, не забывайте ставить Shift таргет. Ну и что ж. В принципе, тут все. Переходим на нормальную камеру и поехали разбираться дальше. Что ж, друзья, вот так вот, надеюсь, вам будет более понятно вот эта вся тема с Shiftами. То есть, нужно приловчаться к этой теме и постоянно Shift отпускать, держать. То есть, если вы будете с постоянно зажатым Shift, то видите, у меня... Мне не дает просто, допустим, нажать догон. То есть, я вот держу Shift и догон. То есть, мне либо ПКМом освобождать вот этот таргет, либо постоянно Shift. Мне Shift намного удобнее. То есть, раз, два... Я даже не могу... ПКМом я даже не могу представить, как это делать. Потому что я привык всегда Shift вот так вот играться. То есть, ты Shift зажал, прилетел, опять Shift убрал, опять дал и вот это все накидываешь. То есть, так как я уже показывал ранее, так и нужно это юзать. Что ж, друзья, надеюсь, для вас это будет понятно. Ну и, в принципе, все. Переходим мы уже к практике. Надеюсь, более чем понятно хотя бы какая-то маленькая часть того, что я вам объяснил. Я пытался вам объяснить по-четному. Не знаю, ребятки, поймете вы или нет. Но, пересматривайте, если что. И понимаете, первый урок это научиться просто отблинковываться, нажимать Shift и идти. Второй урок это пытаться отжимать Shift и добавлять догон. И по-чуть пытаетесь добавлять. Вот так вот уже тпшитесь, тпшитесь, зажимаете вот сюда дайгер, потом Shift отпустили, опять нажимаете Shift, нажимаете на клокверка и поехало. Очень все простенько эта тема. Просто тык-тык-тык-тык-тык накинули и все. В принципе, друзья, все. Пожелаю всем приятного просмотра. Поехали. У нас сегодня несколько игр на Тинкере и, конечно же, пожелаю всем приятного просмотра и поехали. Так, друзья, загрузается... Загрузается. Так, друзья, загружается у нас каточка на Тинкере. Сейчас будем стараться поддушивать. Итак, что по контрпикам? По контрпикам у нас дело такое, что наш герой очень уязвим персонажам, которые очень быстро до него добираются. То бишь, это будет Спектра, Пудж, Клокверк. В начальной стадии очень тяжело эту всю контору будет подконтривать. Поэтому, друзья, Тинкерам нужно быть аккуратными. Аккуратными. Пуджи могут очень легко нас выхукать, скушать. Конечно же, Легион сможет очень ист законтрить. Баратрум, Санстрайк плюс Чардж будет очень сильной комбинацией. Будет очень-очень-очень тяжело. Очень тяжело. Так что будем стараться как-то выигрывать, что-то делать. Но посмотрим, как игра будет идти. А центральной линии, конечно, постараемся подшимить инвокера. Но Бара не даст, как обычно. Линку надо будет делать, я, наверное, думаю. Но Линкин сферу вообще некуда пихать, потому что обычно играем через билд. Дагон, Этериал. Дагон, Этериал идет у нас. Даггер, Тревел, Хекс и Солуринг. Тупо это вот такие у нас слоты появляются просто. Ну и как бы все. не знаю. Посмотрим, что у нас будет. На самом деле ребята Кора не взяли. Очень плохо. ЕСа взяли. Сола, в принципе, расконтривать на Тинкере можно будет. А так ХЗ. Посмотрим, в общем, по игровому процессу. Надеюсь, по контрпикам поняли, чтобы не газовали, потому что контрпики не говоришь. Еще, ну вот кто, блин, вот Тинкер вообще, он маг. Антимаг может его хорошо подконтрить, пока не будет у него Хиггса, у Тинкера. Если Антимаг просто прыгнет, там Стан вылетит, все, Тинкера не существует больше. Он вообще в природе, в природе очень потерянный чувачок будет. Так, еще и Дузу взяли. Дузу тяжело будет сливать, потому что у нее очень много HP. От бары линку надо будет поддушить. Я мид иду. Я не обязан куру покупать на миду. Кура есть, кура есть же. Вот че? Глупышка на антимаге. Походу. нормально. Еще одну куру взял. Красавчик. Так, ну что, пошли крипы. Центральное в нашем распоряжении. Постараемся перекейсить инвока с помощью лазера. С помощью лазера. Эх, не добил. Первый лазер в помойку. Сейчас что-то пишет. Эй, хен, не газуй. Там, что-нибудь, как обычно. Как любят хейтеры подписчики делать. Почему хейтеры подписчики? Потому что, как правило, подписчик это тоже потенциальный хейтер. На самом-то деле. хейтеры хейтеры аккуратно перекейсить попытаться. Все будет гуд. На первом левеле взяли мы лазер, чтобы один разочек закинуть в оппонента. на втором левеле возьмем ракетки, а на третьем берем также лазер, потому что он бьет Йором. Главная задача наша сейчас это смотреть аккуратно по карте. переходы баратрумов всяких. И, конечно же, не дать инвокеру тут максимально простоять. Слабо, чтобы он выстоял. Вообще, максимально слабо. Максимально слабо, чтобы парень тут выстоял. Ботлик первым артефактом. Мы, конечно же, по рункам будем бегать. Харасим инвока, не даем ему лазером. Ничего. Абсолютно. Опа, пуджаниусы. Чпао. Хорош пуджик. И сапожок. Дефолтный тайминг у нас на наших артефактах это примерно седьмая минута тревела. Так как у нас персонаж очень сильно унижает в принципе центральную линию за счет лазера, нам стоит, конечно же, придерживаться тайминга седьмой минуты лазер. Чтобы было уже там все как обычно. Лазеры, ракеты и, конечно же, тревел седьмая минута. Это очень-очень хорошо. Очень хорошо. А можно выложить пассивки. Иногда можно даже лазером подластхичивать. Если вдруг у вас такие ситуации бывают, что крипчика надо разменять, у вас фуллмана, конечно же, лазером крипчика добивать это не зашкварно, ребятки, поэтому практикуйте. Так, ну вот этих крипов я тебе не дам. Все. Так вот, спамим просто пацана и добиваем крипочка. Одного-двух крипов с помощью лазера руиним ему, накаляем, харасим. Все, инвокера будет плохо. Будем раскачиваться тупо через первый-второй, потому что это профит. Это в гангах очень хорошо, выфармим потом. Но лазер до конца докачивать не будем. Лазер до конца накачивать не будем. Божечки. Вот пока я пишу, просто ломаются ганги. Бро. Дудос. А что за дуд? Боже, как заруинить пачку крипов? Две пачки крипов и пуджа, ребят. Заруинить именно вот так вот. Когда тебе звонят, тебе все пишут. Это жесть. Это жесть, ребят. Еще и звонят вообще ни о чем. Разговор их. Тупо покакать, пописать. Жесть, я столько крипов прогулял с фрифарма. О, да. Да, Баратрун, да. Да, разомни меня. разомни меня, брат. Баратрун. Печально, конечно, это все. Когда вот так звонят. Еще и вовремя написал. Я ненавижу, когда мне пишут в игре, потому что я не могу быстро отвечать. Ctrl-R нажимаешь и все, пальцы. Все, GG. Просто ничего не можешь ответить. А там еще и пишет школьничек 13-летний. Если ему не ответишь, обидится. quiet жизне огорчение. Так что вот такие дела, друзья. Найс у нас тут загангивают, пацаны. Центральную поддушивают. Так что будет потненько, скорее всего. Несмотря на начало, все будет грозненько у нас. Фармим. Фармим там дузу еще. Так, 1500 золота у нас. Просто было бы уже 1800 примерно, если бы я крипов так не прогуливал, как с этими звонками, с этими ответами на... Это то, что мне пишет ПМ. Ребят, сорян, всех уважаю, но, блин, иногда он поднапрягает это, честно. Честно, поднапрягает. Не то, что я там ЧСВ, мне сложно ответить, просто неудобно в такой, такой вот, в такой момент. Да, вот, неудобно. Неудобно в такой... Так, ну, санстрайк он прогулял. Такой момент, неудобно немного отвечать. Так, тревел есть, кстати, варпик берем. Тревел дальше, смотрите, на восьмом левеле дефолт наберется ультимейт, потому что с восьмого до девятый очень долго апаться, поэтому не забывайте апнуть на восьмом левеле свой ультимейт, потому что до девятого будете очень долго ждать в случае, если тревел у вас тяжело выфармливается. Очень, очень тяжело выфармливается, поэтому желательно будет взять. Так, тревел у нас имеется, далее фармим соул и можем уже спокойно уйти с линии и поддушивать. Ждем пока бара прибежит, потому что хочется поставить вард, вард надо, вард, все, есть. Вард, хочется за тавер прям поставить, локер на низу там бушует, вард прям за тавер поставим, чтобы ракеты у нас летели на всю дистанцию. У, сюда пару ракет дадим. Ваймана, нету, Ваймана, кто это, Ваймана, кто это. Берем такую, чтобы тут ЕСа будем принимать. Ну, это плохо, конечно. Снайпер бежит просто. Тупо бежит. ну вся, у нас ситуация плохая теперь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я сдох, да, походу? Sunstrike будет? Sunstrike будет? Ой, Дуза Нагович еще там. Дуза Нагович. О, прятаться. Дуза Нагович. Ну почти, я чуть не сдох в этом ганге. Ну нормально, масочку себе подфармили. Антимуг, брат, ты куда? Жесть, что за агрессия у нас тут на карте? Так, возвращаемся на свою линию, восстановимся немножко. И пойдем. Так, на бесплатную ману сразу же не забывайте ботлик подобузить немножко. Можно еще и крипчик подзабрать. Оба, у нас есть селринг уже. Селринг. Хорошо, сейчас на базу засовываем подлить, полетим. Тп-шнется. Джи-джи. Сэсэ. Сгорит парень. Рожь, нормально. Берем марши теперь, ребят. Первый не докачиваем, берем маршей. Я обычно делаю так для того, чтобы как можно быстрее выходить в этот фарм, который у нас будет с помощью маршей. Поэтому это не зашкварно. Так что, друзья, тп-шнся на базу и идем сейчас на низ помогать. есть у нас соул. Вот так вот перекидываем. Хорошо. Гоу, бару догонять. Ракетами задрочим. Эх, видели, ну, типа, был вижен на него, но не полетело ничем. Поехали сюда. Сейчас на него, мне кажется, пара, да, он так и знал. от подпуджа не встаем. Пуджа фук он не достанет. Далеко. Ракета еще один запульнул. Еще одну ракетой. Ну, лайнинг у нас отлично идет, честно скажу. У моего керри все плохо. Пармим центральную. Пармим сразу догерок. Почему догерок, спросите вы, с догером? Мы сможем соло убивать уже на этой стадии. Так что, ребят, пробуем. Догерок. Пару нам уже не обязательно бегать, потому что стадия лайнинга закончилась. Мы спокойно можем тут подфармить. Сейчас мы на мид дпшимся и постараемся ез. Немного подзадрочить. Огур на топе фрифармит. Приармимся. Хорошо, ракету закинули. Фармим. Фармим догерок. Ракеты на готовую. Обороты в норме. Там, на низу, драка начинается. Гол. Гол, гол, гол. Раскидываем ракеты. Ракеты на готовую. Ракеты на готовую. О. Там этот клок убил. ЕСа. Не зря я подпотел. Блин, на миду очень много. Очень много фарма. Гоу на мид. Прогуливаем много фарма. Не забываем тоже про дефолтные крипстаты, которые у нас есть, ребят. Благодаря этим дефолтным ксам у нас выфармливаются все ранние артефакты. Поддерживаем лайнинг, держим другие линии, друзья, и помогаем своим союзникам. Кстати, насчет прокачки ультимейта в троечку. Почему я не беру ультимейт в тройку? Потому что очень большие монокосты нас преследуют, когда у нас в тройку. Бро. Хорошо. Переармим. Все, я ушел, я понял. Я понял. Не удается у нас немножко. Ой, сбил почти. Не сбил. Хорош. Агуру бы слетать, но мы дофармим даггеры к Агуру после этого полетим. Агур прифармит. Как правильно раскидывать маршей? Маршей надо раскидывать в лоб именно тем героям, тем персонажам, крипам, которые идут. То есть марши должны идти в лоб в лоб вот так вот к персонажам, которых вы хотите раздамажить. Пока ультимейт не беру. Ультимейт позже чуть возьмем. Все, есть даггерок. Да господи, там прессингует низ просто по страшному. Пара просто фидит его кинкера этого. Хорошо со страйком не попал и то хорошо. А че не хуканул, бро? О, джи, сбил. Все, если сбил, реарм. Тупо. Ну, надеяться на то, что у нас 320 мс можно, в принципе. Уф, вот это уже очень страшно. Пудж может, ах, помешает крип. Я думал, пусть сейчас хуканет просто, видя то, что там ест, но не удалось. Ладно, пойдет. Пойдет. На базу. Е-е-е-е. Там продолжается у нас блоквурковая история кому помогать. Ну, стильнем. Я намажу его. Стильнем. Я намажу его. За то, что застилил. Застилил, будем мазать. Намажу. Хорошо. И фармим. Next agon. Оу, щит. Оу, щит. Улетаем. Баратрум прилетел. Баратрум личный фидер получается. Намажу. Сюда. Ладно. Вот так просто. Хорошо. Там под БММ просто инвокер. Косится. Косится под БМММ. Гоу, мазать блоком. На бесплатную ману, так сказать, не забываем подмазать своих союзников, ребятки. Это бывает очень актуально. Бывает очень актуально. Next agon, конечно же. Ух там. Сейчас ТП сделаю. Держись. Хороший. 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 Тут же на линию инвокер. Пиармимся. Аккуратно подфармливаем догон свой. Все, улетаем. Опасно так нагло улетать, но я уверен, что тут никого кроме инвокера больше нету. Инвокер очень далеко. Так, марши в четверку. Ребята нанизу газуют. Хорошо. Надо улетать отсюда. Успеваю. Да, отлично. Так хорошо, что я сразу начал улетать, потому что этот бар обижал. Сюда. Сейчас покажем примерно как надо убивать. Раскидываем ракеты, а потом все остальное. Ракета, реарм, и потом снова вся движуха. Сюда. С ракеты добью. Хорошо. Бедный тут этот антимаг страдает просто. Ооо. ес, ладно, я понял, я прогулял ракету. Прогулял ракету. Гоуна мид. Гоуна мид. Рагон свой дофармить. Так, иду. Кто-то на речке цепанал. хорошо. Гоуриарм, качаем. Поехали. Поехали. Надо enough мана. Раскидали все ракеты, а инвокер умрет. У нас просто сила гоблина в команде. Сила гоблина в команде. Гоблин, твой гоблин принадлежит мне. Все, есть у нас догон, можно прилетать через шифт, зафармливать одного крипа с догона и сейчас быть на чеку. Будем додушивать аккуратненько. Аккуратненько будем додушивать. Ннизу вся суета, поэтому можно сейчас на низ тп хнуться, взять один обсерв для там душиловка. Успел я. Не успел я. это в норме. Вот сюда, вот так вот. Хорошо, огур на топе, да? Он слишком плотный. О, барочек. Го, прокаст, здесь барочки сунем. Вот здесь вот сунем прокаст, ему. Абаз хорош. Так сказать, разогрели его сначала, а потом прилетели и додушили. Тупо классика. Но барад че-то че-то у него не... Зачем я у коросу забираю, конечно же, золотишко, я немного не понял. Все, берем лазера, раскачиваем. Прикольный баратрум. И можно уже додушивать. Так, дуза, вот она. Давайте на дузе попробуем ту самую комбинацию. Я вам сейчас покажу примерно как можно это делать. Сначала раскидываем ракеты. Одну ракету. Потом нападение, все остальное. Сейчас она выйдет, увидит, что крипов побить надо. Но не хочет она, видимо, да? Барад пэшится. Тэпэшится, вернее, идет. Гоу-гоу-гоу. Хорошо. Отлично. Ракету сначала кидайте, потом блинкуетесь куда хотите, так как у нас дальность ракеты очень хорошая. Это очень хорошо поможет вам сэкономить время. Так, ну и что? Уф. Полетели в центральную, через shift нажимаем догон, пацану. Хорошо. Жестко. Хирокиллер очень хороший, тем, что в ранней стаде есть вот такой вот момент у вас, что вы хорошо сыгрались. Так, ну дузы нету, дуза на эншентах, наверное. Вон там вот, наверное, она будет. Куда надо идти? Так, с догонився сразу. Залетаем. Почему я макшу догон? Некоторые говорят, догон максить не нужно, ты же его реармишь. Я макшу догон для того, чтобы был урон и для того, чтобы была с уровнями прокачки у догона апается дальность применения. Поэтому, друзья, я не игнорирую прокачку догона. Тревел улучшенный, блин, да можно сделать, но не сейчас, не в этой стадии я бы сделал. Хорошо. Все, дуза на низу, да, надо дузу погонять, ребят. Вот сюда у нас поставим вард. Сейчас прям туда пройдем. Поставим вард. на топе весело, да? Гоу, на топ. Нам нельзя игнорировать вообще драки. Вообще драки игнорить нельзя. А если вся драка, то есть я прилетел уже поздно. Драки игнорить нельзя совсем. Так сам страйк будет, братан. На базу маршей закинули. Такие не дошел до своего коварного плана. Надо идти туда. к снайперу как обычно выезд будет глобальный. Погнали сюда. Поехали, Тинкер. Говорит, одобряет. Сейчас ночь, как раз этот вард нам очень сильно пригодится. Так, пинды перепутал. О, Дузович. Найс, как обычно. Сколько там маны? Снайпер встал что-то. А если б я ракету вот эту не прогулял, на которой Вижен пропал, я по карте смотрю, просто светится, окей, кидаю. Нет, не засветилось. Печалька. 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 Побежали. Хорошо. Нормально. Ну, варды, ясно. Тайм ха, не, он там, смоп-хак. Так, есть у нас, догонюс. Гоу, к Дузе, Нагович. Успеваю? Не успеваю. Но там страшно ей должно быть. Когда такое ТП видит, потому что сейчас на таких бустах я. Погнали в наглую. В наглую. Аккуратно сейчас проблинкуемся. Пока ночь. Будет все нормально. Хорошо. Ждем. Как шакалы. Долго тоже нельзя стоять на тинкере АФК просто. Вот сюда бы еще вард детский. Раз я прессингую низ, вард поставить будет очень хорошо. Все, день наступил. Дуза на миду. Низ оставили. Вижен пошел. Дуза на миду. Ставим маршей. Раскидываем маршей тогда и пушим. Что нам делать остается? Что нам остается делать? Только пушить. Сколько на базу? На топ сейчас полетим. Хорошо. Раскидали. Не хватает урона. Ля. Но боялся я под пяшку прыгать с догоном. На самом деле. Не хватило немножко урона. Пойдет. Пойдет. Ох. Рощ, господи. Догона нет. Пойдет. Пойдет. Какой на базу? Какой на базу? Так, догон пятерка. Найс, парад маршей погиб там. Ооо, хорошо. Дуза Нагавич сейчас будет у нас умирать. Или не будет? Вот сюда. Гвардетский надо будет поставить. Аура светилась. Да почему я на нее так и не дал догон, я не знаю. Я два раза нажал на нее. Кажели время каст такое долгое из-за Стангейза. Печально. Надо ее цепануть, я не могу. Что-то я еще ни разу комбинацию не делал атакующую. Просто через ракеты. Через ракеты атакующую комбинацию еще ни разу не делал. Так вот. Варах на меня зачаржился. Упасно. Успею, успею. Хорошо. Вот оно. Пробав сюда. Нет, варда нет. У дузы сейчас не будет кнопок, можно будет пробовать ее задушить. Тут дузы нету, я больше скажу. Хорошо. Хорошо. Там есть, шел по руне. Что хотел, интересно. Почти на вставочку. Такая чисто догоняю с гейминг. Догоню с гейминг. Трэвел 2 давайте все же возьмем помогать команде в таких ситуациях. Дузу я так поймать я не могу, ребят. Почему-то. Дузу так поймать я не могу. Хорошо. Закидываем маршей, раскидываем. Зафармливаем. Он стоит просто, парень. Аккуратничает очень сильно. Вот так вот. Хитрюгу это. Преармим. Неужели у него мапхак? Оу, щит. Это очень плохо. Это очень плохо. Щит. Это очень плохо. Санстрайк под ногу еще будет. Да, еще есть. GG. Ну, Дузу, блин, убивать чревато. Я так понял. Блин, я как бы сколько пытаюсь ее убить, я ее убил и в итоге ее смерть приводит к моей смерти. Это на самом деле называется аура героя. Аура героя. У меня так бывало в топ ТБ. Вот когда пытаешься какого-то чела законтрить, но вот не можешь его законтрить. Просто тупо что-то вот идет всегда не так. Вот это вот и выходит. Собственно. Ладно, погнали. Обсервы. Обсервы есть у нас. Сейчас надо взять у нас Ghost и уходим дефолтно в Этериал. Постараемся задушивать кнопками. Плохо, что я сейчас фиданул, потому что это очень много им даст. Им очень много даст. Пуш надо. Очень много им даст это. Ну вот парень уверенно стоит. Парень уверенно стоит на своей дузе тут. Фармит. Линку фармит слинк. Потом тяжело будет с ней в лейтгейме. Будет очень тяжело. Но пока настреливаем. Пока есть возможность настреливаем. Бара тоже будет контрить. Бара будет одной кнопкой лететь. Да пока что так все кажется легко. На самом деле пик формы упадет. Будет очень тяжело играть. Тяжело. Антимага просто БФ. Но его по всем линиям просто кидают. По всем линиям. Хорошо. С блоком работаем. Хорошо. А-а-а! А-а-а! я понял я понял баре привет варапишь с даблкилл будет баратрум просто как кегли их подушек зачем ты его хукаешь еще лоу все вот просто кегель банк и гель банк просто кегель банк это gg юл инвокер поднял вот типа вот началось баратрумы но этим каткой будет интересней разбей там вот хорош этим каткой будет интересно тем что будет керри гейминг у нас полноценный дасты имеются инвокер коги разбивая в такой ситуации стоит опытный игрок сразу пытается коги разбить и попытаться убежать иногда единственно невозможно коги разбивать как а у них хитбокс какой-то кривой бывает и такое так ну что у нас это real должен был быть уже 30 минута плюс-минус hex 38 это тупо по идеальному геймингу по идеальному но я купил travel 2 соль правил 2 взял верните моу вев мы разбили братан средств у нас гаста так вот просто хорошо в реармимся закидываем кнопки кто-то там на руне он там есть по-моему в инвизи бегу огуртом готовился к атаке бара бежит да и они будут и пашется если он побежит сейчас тут тогда бежит он уже остановился наверно вот здесь где-то около курк уже поздно бро пусто а рощ там клоп поймал таки но не могу туда тп на другое место хорошо на мид на низ вот это делаем сейчас ethereal ethereal надо двадцатый левел у нас принципе то очень хорошо смотря на то что вы маршами очень много x5 и прогуливаете экспы как бы все равно тем не менее 20 левел так вот так вот на ломаем тэшку с руки а куда герой идет поняли из-за коп короче герой начал наверх эти вот так было ближе печально про рожочек упустили рожочек упустили так марши лоб лоб еще марши отходим сейчас с с с с будет часто жонглировать вашими телами пацаны аккуратно парочка бежит уже принимать снайперу жопу подмазать можете в гостей вечном бегать принципе если вам так комфортно у нас почти есть ethereal но поздненький ребят ethereal с таким количеством фрагов историм тпшим тингер очень жадный он по лайнам забирает все лес я не трогаю антимаг может лес ковырять в принципе он видимо не хочет закинули пару маршей иду этого достаточно чтобы слить пачку крипов 2 мы видели всю эту контору поэтому отходим все типа я улетел надеюсь баром не бежит вполне возможно что и мара бежит давайте не будем рисковать я не видел и видел мерцание гол на всякий случай тп сюда сделаем возможно есть будет нас поджидать такой холодный пицца а тут убийца то вот он где вот он где убийца это я почтальон печкин это я что и ерс бруйкер а тимуга задушили но и с тупо не знаю испарился хорошо ясно виду отлично давай тарел до колотим рел до колотим аккуратненько почуть если игра уйдет очень сильный лейт гейминг но это гг мне тут вот тут вард найс доколотил этериал линку сделаю после этериала потому что так не вариант он всю игру меня будет так настигать уже три раза я сдох из-за него просто банально линку сделай и не умирай начинается вот это прессингование тут вард стоит миллион процентов а он вон этим вардом пользуется будет просто есть видимо когда бегал здесь поставил опять он побежал 40 секунд у меня очень долгий рез очень долгий рез очень долгий у нас рез ребят так на ду за минусом хорошо на и съел отлично о смотрю а пуджа уже нет закрыл пошел двери а то сквозняком веет так ну что соло таргеты мы можем или нет с этими баратрумами go тогда играть через лес накидываем аккуратно с леса два марша поехали отсюда будем так подфармливать будем так подфармливать иллюзии и и 800 имеется страшно сейчас выходить страшно на лайнах никого нету пацаны в гангах по лесочкам по полям по лесам по полям будем работать тут вар сняли да хорошо о так вот делаем хорошо стонгей с минусом есть у нас этериал сразу на топе сейчас полетим с клоком вместе так сказать задушили задушили гоу есть этериал отлично сейчас будет уже поинтересней геймплей но только 39 минута это жесть он настреливается нормально пропал я ю у зато вообще никогда не подходит к линиям нет нет обороты тут хорошо проказ дали хорошо раздамажили вон а база нету маны это маны просадили дуза на топе сейчас попробуем она вообще не подходит к крипам эта дуза вообще непонятный игрок честно тупо вы сами видите сколько я не посмотрю она постоянно пытается уйти с линии то есть она постоянно и уходит с линии ясно и ес сон страйк еще о а силу а силу с он бы меня убил кстати ошибка иеса мисс мисс клик микроконтрольный нифига как ты его там увидел как ты его там увидел как ты его там увидел как он его увидел мне уж очень интересно балабо лишь мх же мх же нет скрин именно так аккуратненько хорошо хорошо носим уйму урона погнали на базу странный клоппер но это подписчик я точно знаю что это подписчик зафоловился на записании гайда так сказать и очень-очень подозрительно что-то как-то лучше попросим его скриншотик сделать гоно базу гоно база гоно база хорошо отлично отлично это hex почти это hex почти спасибо друзья что смотрите мои видосы которые я делаю для вас надеюсь хоть чем-то они вам помогают потому что некоторые видосы старенькие они конечно же не очень удачники но тем не менее что есть то есть друзья пока такое у нас как идет такое и держим сейчас уже конечно гайды next level а говорится next level play но ничего страшного стараемся развиваться барона меня побежал только ты по сделал сразу иконка заморгала хотя меня крипы не били надеюсь на хекс там добьется да есть хекс уже все на из хорошо есть ранний хекс ботал на базе выкинем но туда это пешится уже не буду вот он на базе скидываем берем white stone берем хекс берем хекс погнали и погнали хорошо имеем сейчас хексом уже соло таргеты сможем как-то вырезать только не видно никого на карте видно никого на карте карте никого не видать щит он нападать на него будет оба ручка бежит но буду хиксовать бару но слишком много их я думал два героя максимум будет но не три два героя максимум но не три по сюда от шеи закидываем хорошо и бэк сюда отлично а за через shift на кастовым через shift на кастовым и все отлично у нас так ну что погнали это у нас друзья первый билд такой тот самый дефолтный билд который есть у нас на тинкере далее билд у нас будет через шиву bloodstone без догонов посмотрим как у нас этот билд зайдет ты куда да вижу хорошо отлично идеальный геймплей сейчас тем что так есть хекс 2 хикса дали мне 1 контрюманы мне кажется не хватит и он не давай окей я понял а и не успел прикиньте я не успел божий надо было на хрящие прыгнуть я не до контрил си честно я не смог камеру просто повернуть на микроконтрольная ошибка ладно джи еще раз видели джи чё там по обсервам блин так есть лотар неуязвимость как я не успел ты пахнуться дал хекс надо сразу ты пешся я начал уходить думал воспользуюсь туманной войны я встал еще на проходе то есть я получается туманной войны вообще не воспользовался моя ошибка безусловно дуза почти у нас там линку имеет для души ловко пошла вот такие драки я нужен почему я постоянно так не вовремя умираю что со мной не так что со мной не так уже надо заставлять брать варды уже потому что некому больше джи лучше просто газа ну не истово истово газа но 27 секунд рез пары там фул паки на этих точках на этих точках надо установить час вардинг и летс го и летс го но если честно так себе дуза вообще не подставляется тяжеловато не фармим ее абсолютно сейчас бара побежит на снайпера это сто процентов там еще возможно еще кто-то побежит на снайпера они пара занят фарминг хорошо 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 все зафармили оставляем если в глубокий лейт у нас уйдет глубокий лейт уйдет у нас игра будем душить соло не хочется на него идти герою очень близко очень близко пробуем дузу ложечки есть как будто знает где стоять под байдели окей я начинаю видеть потому что пытаюсь также соло выставлять кого-то поддушивать они получаются уже уже все пятером уже надо уже и как там уже и линка появилась сейчас очень тяжелая игра начнется я в начальной стадии если честно на тинкеры могу абсолютно все нажимать дальше уже идет более тяжелая игра в которой мне тяжело позиционироваться тем что я знаю что мне нужно делать но я не могу уже это делать почему я не знаю там линка появилась у дуза они сейчас могут пятером собраться начинать мозги делать меня ждите все пацаны меня подождут будет очень хорошо есть без кнопок есть без манны антимакова боится на войдовому шандарах не мак не видит видимо джи 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 антимак не видит печалька а если они убили гг начинается самая веселая стадия игры где керри должны подтягиваться или должны подтягиваться уже не на турнике а в игре ладно то что фит идет мои ошибки до 222 или три раза его же просто тупо так прыгаю фишу я подумываю насчет вкб даже блин вот я не знаю ты пешится к нему или нет типа возможно там сейчас опять есть будет с кстати без манны я спит 2 надо хорошо забрал и на году за вич испугала меня страшно прям наглую тп не хотел я юзать просто руками раскидывать надо обычно shift он раскидывают если цель в зоне досягаемости а так с руки он ли а хватит ес 1 пиро я просто как крип он постоянно эхо слэма в меня дает боже почему я пока дефишу соберитесь селова что не так вообще есть тупо агрессивный жесть есть без эхо слэма терял пуш мог дать захотел почему хорош я вот этими мувами на самом деле сливаю айс антимаг там антимаг в крипа войд 100 войд стоун и говорю мановой до раскидывает они друг друга сейчас подсейвливают видите как тупо опа опа суета пошла и друг друга подсейвливают и этим они сейчас выигрывают игру и моими ошибками они выигрывают 36 секунд я бы байбекнулся уже там хикс и нужны в драках антимаг очень жирный в принципе магию хорошо держит на дэмэдж он вообще нихрена не держит сейчас 20 секунд ждите 20 сек он есть пришел салакрити 700 урона душит пуджа кусает пудж терял если если на низу будет фарма чем заберем наберем 10 секунд хотя не факт что заберем и факт опять же соло сфишу пойду просто вижу на нету вижу на нету пара пришел но есть наверно там же будет нам инвокер еще я пойду я не знаю мне уже очень тяжело двигаться по этой карте потому что меня просто контрят пару кнопочками тут что-то уже надо на подсейв кекс я не успеваю через шифт то есть с юла нажимаю хекс на пацана нет не кидается тупо не успевает чё там по вардам госал ринг помойку надо варды расставлять вас и расставлять будем хорошо видимо ультимейт придется нам взять все-таки в тройку на данной стадии и что-то надо на подсейв нам собрать пара выбежал на базу лучше базу лучше пара бежит ой лол как так застрял там да мне я не хочу туда прыгать я туда не буду прыгать оттуда не буду прыгать ясно то пиво я я и мама твой твой тах хорошо хорошо через шифт именно вот такими моментами пользоваться когда есть найс найс так пара 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 я пара хорошо есть там стоит но есть без эхо хорошо хорош господи но если я сейчас ошибется я его за хексю просто вот за хекс умирать аккуратно подождем возможно нападет успел я не достал дистанции не хватило я ушел пацаны я бы я бы оба кб оба кб там есть кто и армин немного бинды перепутал где-то там сладенький отлично весь руки джи трипл килл найс только бинды немного не раскинул найс найс вот так вот с бкб немного порешали вопросы с пацанами мана правда тотально кончилась но это бкб сейчас не необходимо было если его ничего не может кинуть хорошо пушим просто пушим просто отлично ну соул блин соул хорошая вещь ребят но тем не менее сейчас нужно было нам бкб брать с бкб будем дальше играть потому что в драке прыгать юзать бкб надо надо жалко что не реармится бкб очень жалко низ здесь надо хорошо отлично хорошая катка вроде получается много фида было с моей стороны который мог повлиять на исход игры но тем не менее можем рошу можем рошу реарм не будем брать потому что монопул 2 200 без салл ринга это очень очень мало очень мало будем убивать рошу антимакс бабочки просто оу курьер хорошо не успел я за курой главное теперь там не клацать по кд как я клацаю так скидываем хорошо оп антимугу локер хекс ю опа на низ идет кто то на низ идет кто то на низ идет кто то поехали оу ты чё там нагу дузович вытянул ты псих ну ты псих на фудженов побежит кто то хексуя магов там работают паре опа я не могу улететь вы поняли да хорошо я без бкб его на базу слетаем бкб в кд она нам не нужно возьмем соул сол ринг хорошо оу щит хорошо ходим инвокер кстати от маршей не сдох срезаем хорошо найс дж ну и есть кстати жестко меня душил именно вот кто кто и есть молодец в этой катке прям страшно и он на мид он на меня бежит привет хорошо нормально первая катка такая у нас потненькая друзья получилось с таким билдом не знаю очень много было ошибок с моей стороны несмотря на то что так в принципе хорошо закончили ребята у нас всю катку фармили 1 12 антимаг но тем не менее тем не менее игра получилась такая какая она получилась друзья это была первая катка классический тинкер лас лотом я докупил бкб потому что там очень жестко душит душил инвокер и ес ес потом видимо обиделся я вчера такую же кстати потную катку игра у меня в команде чел тоже обиделся ставил варды на базе не знаю это в общем первый билд который у нас получился на тинкеросе было да много ошибок но тем не менее смотрите некоторые микро моменты через shift как это все работает пересматривать если что игру ну и что ж пойдем некстовую катку на некст у нас будет другой билд и этот билд будет через аганим поехали так друзья загрузилась у нас катка но в этой катке мы будем играть конечно же на тинкере через бладстоун через бладстоун да действительно через бладстоун друзья через бладстоун будет у нас каточка Через Бладстоун катка будет у нас И что у нас тут еще будет? Будет Бладстоун, Аганим, конечно же Смотрите, Даггер, Тревел, Бладстоун, Аганим Что-то еще, Хекс И, возможно, еще какой-то артефакт Типа Линки, возможно, я не знаю Посмотрим, что будем собирать Я хочу сыграть через Шиву То есть, подождите, Даггер, Тревел, Бладстоун, Аганим Шива, вот Шива и еще шестой слот Хекс Вот, через Шиву я хотел сыграть Тупо будем прыгать и Шивой все закидывать Так что будет все хорошо Взяли у нас Слину С Линой на Меду будут небольшие проблемы Временные, но там разберемся Там разберемся Разберемся Также идем абсолютно по лайнингу Взяли Пуджа, Пудж будет очень жестко нас душить У нас будет только Даггер здесь Возможно, ну, если что, возьмем что-нибудь от Пуджа То есть, шестой слот Ну, вот, как бы, плюс-минус Нужно Форд Став сделать Тупо, чтобы себя толкать от Пуджа Возможно, не знаю, посмотрим И, конечно же, ультимейт тут будет в Макс То есть, в троечку Потому что тут будут у нас Максимальные, максимальные Монопулы То есть, насколько можно Монопул раскачать Жестко Мы его раскачаем в этой кат Так что, друзья Будем душить Курубы Курубы У нас тупо все керри Не знаю, баланс Пошел погулять Баланс вышел погулять О, Баунти Хантер Отлично То, что нужно Для того, чтобы играть с ракетами В 2 стана тут Сейчас мне Чипалаху дадут такого Что я того родственник буду Нет, в 2 стана никак 5 бкб, возможно, придется тут делать Опять Так, но с линой на меду Особо фарма не будет еще Если будут подгангивать меня Будет очень тяжело Крипов Блокуем Хорошо Лайфстиллер еще Но лайфстиллера никак сливать Не будем с аганимом Меня убивать собрался Промах не хочешь? Петстана опять давай Парм 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 Хорошо Пол хп лина у нас стоит Очень хорошо Но у нас будет хекс в этой катке В принципе, найк за контрю У него варда нету Крибы не агрятся Она в лоу граунде стоит Чувиха Хорошо Отлично Подеремся Подеремся Левел апнула Если бы не я Хотя нет Все равно бы выжила Что ж, нам нужно боттл выфармить С линой будет тяжело С линой будет тяжело выфармливать На линии Постараемся И не с такими персонажами И не с такими персонажами стояли на меду На самом деле Взял я ракету Как обычно 200 урона Но там 150 плюс-минус будет Все Линию не пушим Так и стоим Чтобы лина фарма не видела Пока у него нету хилки Печально Что я пытаюсь линию держать Из-за этого прогуливаю крипов Это очень плохо Когда крипов не добиваешь На Тинкеросе Очень плохо Ракету взял Потому что сейчас была возможность У нас добить А так обычно лазер Нахарас С инвокером легче стоять Инвокер безобиден в виду Да что у меня как нос чешется Оно на базе сходило на линии Чувиха Хорошо У меня почти есть ботл Стан даешь Но не попадаешь братан Хорошо Крипа забираем Хорошо Лина агрессивная Это агрессия ей будет не на руку Забьем Забьем с лазера его Этого крипа Потому что нужно золото Хорош Абсолютно нет нужды Сейчас лазер было кидать Поэтому я не стал Отбиваемся Хорошо Пока идет отлично Сейчас на пятом левеле Лазер берем Хараси пацана И так пойдет в принципе Под лазером он не попадет по нам Единственное что он нам сможет нанести Это тупо Драгонслейлы Я взял второй Потому что В упор к ней подходить С лазера не варик На расстоянии будем держать На расстоянии будем держать Драгонслейв Пау-ракету Зашвырнем На раз слабон ей Размяться Хорошо Очень много крипов прогуливают Центральный Ну с линой стоять такое Друзья С линой тяжело стоять Все это прекрасно понимаете Контрпик герой Есть контрпик героя Это вообще не контрпик А именно Мид Гейминг Мид гейминг Он такой На тинкере вы С линой тяжелее Чего обычно Хорошо Я ракету на стил держу Опа Я заберу Там жирный курьер Что-то там Пойнт бустер Или виталити бустер Причем От того Кто Покупал Куру Что ж Берем лазер Также в гангерские Темы будем выходить Фармим пока лины Нету Фри Фрифармим Хорошо Отлично Это по мне Лучше если у вас фарм не идет Что делать Спросите вы Первой катке я это не говорил Если у вас не идет фарм И вы не можете выформить Тревел фастом Тогда вам необходимо Сделать солринг И раскачивать марши И уходить в лес Тогда у вас все получится Поверьте просто Тупо трастами Тогда у вас все получится Аккуратненько через маршей Вы выформите Свои злоты Тревел вы фармите Подстакивайте себе Тут у меня не было Такой нужды Хорошо Берем Ракету Сейчас возьмем руну Руну Хорошая руна Уууу Сентри Не успел бы х Я мог сейчас умереть На самом то деле Лина сентри принесла Там вард снимать будет Найкс подходит Вард снимать Пойдет Это не страшно Что вард сняли Так на восьмом Как обычно ультимейт В прошлой игре У нас на седьмой минуте Уже был тревел В этой игре Как видите Полторы тысячи только Ну 1600 Окей Хорошо Берем реарм Все равно В любом случае Вы также можете С телепортами Летать по лайнам В принципе Ничего в этом плохого нету Но Если это будет Приносить вам импакт Нежели чем Вы будете стоять На центральной Аккуратненько Подфармливать Своих криточков Смотрите сами То есть Если у вас нет Возможности Стоять уже на меду У вас зонят Жестко То проще Конечно же Раскачать маршей И уйти в лес Это самая простая Тактика На тинкере будет Сейчас через шиву Пойдем В этой игре Через шиву Пойдем В этой катке Серьезно У меня не хватит Бро И хватит Маны У меня Бывает Бывает Я могу еще С драгонслейва Отлететь Столько крипов Зажадничаю Вышло Столько крипов Я ж тут Блин С ума сойду Если не зафармливать И то не зафармливать Хотя бы В экспириенс Столкнуть Еще День Днем Лину Будет легче Видят Пару Крипов Подарес Сеста Пофиг Тревел Есть Можно умирать Все Найс Тютелька Тютельку Как говорится Тревел Есть Идем Тревел Есть Идем На базу Медов Просто Бх Наверное Еще не вкурил Что там Сэм Хорошо 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 Дальше Раскачиваем Маршей По дефолту Марши По дефолту Одной Найкс Эминдасиус С лордар Будет Проблема Действительно Быстрый доступ До меня Таггер Еу 522 мс Так Берем Пол Солуринга Ты долго Будешь Реармить Тебе Шип Нажал Не хочет Хорошо Рики Жопу Намажем Бесплатно Хорошо Надеюсь Задут Тут Подфармить Уууу Надо реармить Хорошо Под тучкой Законтрилась Вся эта контора Под тучкой Законтрилась Вся эта контора О, найс Солуринга Хорошо Все Выходим Платстоуны В центральную В центральную Забираем Не забираем Хорошо Я баунти хантер Молодец Хорошо Отравливает Все Уходим Ребят Бладстоун Хотя Желательно Сделать Дайгер С дайгером Будет Очень Хорошо Хорошо Бо Наниз Пешемся Не успеваю Да Ладно Хрен с ним Хрен с ним Хрен с ним Ребята Нанизу Дерутся Я должен В это время Там быть Блин На 11 Возьму Реарм В любом Случае В любом Формате Смотрите Как идут Они там Дайвят Тпшку Юзаем Ребят Сюда На тавер Поехали И этого Тоже Сейчас Таверну Отправим Что делать Такой ситуации Да Беги Что-то Там Беги Да Что-то Там Беги Давай Что-то Там Беги Блин Так и Хотелось Пойнт Бустер Сейчас Взять На самом Деле О Реарм Есть Отлично Берем Все Найс Большой Монокост Отлично Большой Монокост Но Шиловка Нормальная Кстати Фарминг Есть Возможность Вообще Можно Сейчас Бладстоун Тупо Бахну Тупо Бладстоун Тупо Бладстоун Можно Бахнуть Сюда Сюда Сверх нужен С лордару Поллица Давай-давай Я вовремя Я вовремя Между прочим Нагерочек имеем Сейчас будем Убивать ЕС Нанизу Я понимаю Гоу-гоу-гоу-гоу-ес Иди фарми Бро Ты чё Кидаем ракету Прыжочек Реарм Чё про кастик Боже Боже Не дал Зари Армин Да Я догоню Его Ааа Ну ладно Нет так Нет Да Тяжело ЕС Убивать Да Всё Бладстоун Ребят Уходим Монопулы И Некстом Аганим Можно Вообще Сейчас Аганим Но потом Бладстоун И хрен Накопишь Его на базу Найкс Армлет Там уже С Найксом Будут проблемы Через мой Билд Лютые Проблемы Фармим На топе Лайнинг Идёт Как обычно Замечтательно Каждый Тинкер Об этом Лайнинге Мечтает Который Сейчас У меня Идёт Спокойненько Аккуратненько Так сказать Простенько Главное Пуджа Пока Нету Зафармили Тысяча Имеется Тысяча Имеется Можно Кстати Нулик Поменять На что-то Более Серьёзное Ладно Бегает Хорошо Сейчас Энерджи Бустер Купим Энерджи Бустер Оля Вард Опять Снимают А вы чё Как без Вардов Играть Эту Доту Как без Вардов Играть Эту Доту Ребят Это же Жёстко Го за Пойнт Бустером Пешочком За Пойнт Бустером Пешочком Тут Центре Микрофон Надеюсь Не будет Пищать Просто Киви 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 Надеюсь Нормально Слышно Ребят Здесь Нормально Слышно Хорошо Сбх Работать Классно Отлично Просто Все Го На базу Пол Бладстоуна Пол Бладстоуна Имеем С Ребятам Будем Раскидывать Дэмэнжи Хватает Дэмэнжи Хватает Сначала Ракетку Потом Брыжок Реарм Опять Ракетку Все У вас Получится Ребят Прошлой Катки Так Не Получалось Потому Что Прошлой Катки Была Проблема С Доступом Не К тому Самому Казино А Доступ Был Именно К тому Что Там Никто Не Подставлялся Так Идем Будем Помогать Подблочил С руки Душу Найс Вот Так Вот Все Есть Soul Booster Есть Soul Booster Ребят Есть Нанизу Не Амплификация Ах Хорош Ес Хорош Ес Видели Че делает Из Рощуга Так Ну У нас Есть Bloodstone Уже В принципе Держи Бро Одно Себе Оставлю И Пойду Пешком Да А Го Кстати За Soul Бустером Сходим Продаем Нулик Наверное Оставляем Я Передумал Хорошо Почти Хотя 200 200 600 700 800 Хватает Лучше Сделать Хорошо Но сейчас Опять Soul Ring Будем Делать Кстати Soul Ring Опять Делаем Ребята Знаете Почему Потому что Soul Ring Дает Слишком Много Маны Нам По 150 Маны Каждый Реарм Ой 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 Все Парень Ливанул Ливанул На Свардаре Пацан Вот Подписчики Ребятки А Все Не Не Ливнул Хорошо Я Уже Думал Огорчиться На Него Крипа Залез Хорош Я Так И Знал Что Сейчас Ромлет Выключит Можно Будет Напасть Так Есть У Нас Уже Soul Да Хорошо Ребят Слишком Много Soul Ring Дает Поэтому Берем По-любому Взяли Вот В таком Билде Все равно Купили Soul Ring Кату Отдаем Реармим Кату Отдаем Реармим Отходим Сюда Сфармливаем Всех Крипов Уходим Отблинком Все Next Аганим Аганим И много Вардов И пошло И на 16 Берем Ультимейт Конечно же Друзья Вард На 16 Берем Реарм В тройку Надеюсь Монопул У нас будет Намного Выше Чем Сейчас Потому что 1100 Несерьезно Но уже Лучше Чем Было Держи 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 Спину Кастуем Спину Быстрее Типа Чтобы Слить Шестнадцатый Почти Есть Хорошо И Тревел 2 Тут Кстати Тоже Сделаем Флотары Варши 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 Боттл Ползу Все Так Теперь Пристрастились Что я Боттл Всем Раздаю Пристрастились Пацаны Хоть кто-нибудь Другой Возьмет Хорошо Ультимайт В тройку Все Сейчас Очень быстро Будем Реармиться Пойнт Бустер Го В магазине Возьмем Сюда Вот так Вот Очень Быстрая Перезарядка У нас Получается Все Делаем Аганим И Шиву Некстом Очень Быстрый Реарм Можно Очень Быстро В драке Залазить В драку Вылазить Из нее Все Реармим Отлично Го Б На топе На Екс Реармимся На Екс Идем На низ Сейчас будет Драка Сейчас будет Драка Вон Есик Есть Тут Реармим Реармим правда сейчас сожалению с антохой беда он приболел у нас немножко и писать мы не можем рубрика что если киборг убийца как-то умные те поймут чем речь на топ так конечно ракетки очень быстро раскидываться с реарма в тройку я даже не успеваю нажимать немножко непривычно просто обычно на полторы секунды сидишь ленивенько так нажимаешь так знаете лайтова у тебя там салям алейкум тюрю так что спокойно музычка играет и вы чили тем просто так сюда лично отходим латстоуны не забываем собирать ребят латстоуны нужна вещь у хуск брат ты чё-то туда и туда пошел туда не туда успею успеваю крипов нету лайфстиллер байбэк почти у нас есть почти у нас есть ребят пинкер помоги говорит старту готов кливу готов из лаги крутые мой интернет ладно пока еще не выиграли самая интересная стадия игры у нас идет сейчас будет ага ним есть у нас есть и гонимся дальше шива шива с гуард дальше все не спеши дай поиграть как я не спешу зафармливаем весь лес как-то в принципе делается всегда но нет смысла уже юзать маршей мне кажется маны может хватить вы фармили лес быстренько арт стоит громит миллион урона внесу ракетами просто там кто-то кто там умер найк с ракеты умер просто но найк с ракеты это понятно там лох п было хорошо ребятки обязательно напишите какой билд вам нравится больше но это я еще так сказать скажу в конце катки обязательно напишите какой билд вам больше зашел это очень забавная на самом деле тема через блатстоун потому что через блатстоун у нас очень большой мано регены в принципе монопул очень хороший у нас будет всегда будет мана на то чтобы что-то хотя бы сделать не считая того что мы будем еще спокойно летать по карте сейчас возьмем мистик но мистик уже вместо ботла ботл на базе будем бросать хорошо карта заваржена идеальные условия сейчас для того чтобы работать на тинкере и так сказать работаем во вторую смену на хг вардец бы еще поставить чтобы пшу 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 делать и все какой-то гонек пуску жопу намажем кстати у меня же еще и первый массовый час я совсем забыл что не только ракеты у меня 6 я там поназадрачивал лима сделаем знаете чё есть там нету варда да плохо сейчас мистик путем шива сможем на хг просто прыгать быстренько от ловкости рук будет зависеть у нас наш уход если на юл не поймаемся будет очень хорошо просто быстренько тык 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 хорошо на низ я всю карту просто аккуратно выфармливаю так тут закинули сюда хорошо хорошо задрачиваем пацанов get back река имеем мастер фарма фарма фарминга парни на мид пойдут сюда шиву можно уже начинать ближе к шиве подбираться хорошо на екс с пол башером с полу башером на икс снайпер повис что-то на низ рожь бедность варда в большом крипе арху овощи не думал что заберем работал на базе оставляем реармимся мистик нас принципе уже и шива целиком то есть вот тогда вот так вот сделаем так вот отлично блин через ракеты и ультимейт это тоже очень грозно на самом деле она из шива есть за реармимся на т2 вот тут соберем шива жесть это тоже очень грозный билд дэмэджа очень много очень много так реармимся это плохо шиву главное успеть нажать шива нам поможет шива все может нормально нормально отходим так где мой там ботлик тема ботлик о щит рекуров это я там фигню какую-то сделал там пуску помогать надо сейчас будет жестко хорош ай-джи-джи ай-джи найк за мной бегает блин эта катка прям жесть разнос тотальный ребят очень красивый билд у нас получился и очень жесткий на самом деле это реально очень хороший рабочий билд я не думал что настолько он будет рабочим что из шивой тоже просто три сразу упа 3 ливера сразу бах-бах-бах гг гг так ну что наверное еще одну такую катку сыграем этот билд мне очень понравился тем что он он прикольный этот билд прикольный этот билд прикольный билд очень даже интересный чем даже интересный gg ребята просто тупо сдались упознались пацаны и надо так так значит надо пацаны колодец gg иди жесть просто ракетосы g ребят поехали next вы но я я если честно еще одну такую катку хочу сыграть потому что в этой катке что-то как-то быстро оппоненты сдались и хочется побольше таких драк но не знаю я надеюсь вы кайфанули потому что такое большое количество ракет это прям по кайфу и реарм в тройку с таким монопулом вот так заходит поехали еще по-любому еще одну сыграем и у нас еще будет фановая катка как друзья загрузилась у нас очередная катка тинкером тинкером хочется такую же катку как было прошлое но хочется в полной мере жестко подубасить чтобы оппоненты не сдались чтобы можно было прям хорошенько подушить там так взяли там уже сурить инвокера будет жесткий походу но посмотрим как у нас все будет складываться очень хочется также собрать через блатстоун через даггер через аганимчик вот это все и скорее всего еще еще будет опять шива но посмотрим как будет все может нас очень сильно задушат и мы не сможем ничего сделать но я думаю тут все будет отлично кунка сап у нас есть возможно какой-то обуз через крест будет но такой обуз я хочу подснять отдельным роликом потом уже чтобы вам было интересно водичку попили и погнали жак взяли хорошо это не проблема главное хуки не ловите все главное хуки а еще будем отстаивать центральную против я думаю инвокера пойдем против инвокера бх еще взяли блин вообще классно должно получиться танк но юрнер у нас танка нету но у нас есть инициаторы в принципе вот это очень хороший герой хускара с ракет убивать но это немыслимо немыслимо хускас ракет убивать это страшно посмотрим как у нас все будет складываться будем сейчас аккуратно вот тут под манси потому что возможно путь будет вот сюда сейчас выхукивать блин как обычно горяченького попьешь начинается вот тут как это как а то ничего страшного разберемся ложь готовимся готовимся гайд какой-то вот ну как меня палят здесь как меня здесь палят я же блин молчу ничего это фейк 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 у его хорошо ой 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 о руж а и но что же у меня тинкер так пошел то хорошо прогуливаю сейчас левел свой но взял бх у нас фб взял бх фб я перекаясь у его в принципе инвокера дефолтного дефолтный инвокер тут будет не думаю что он будет как-то меня пытаться разминать главное перекрестить и все хорошо лично ну а крипчика вот так вот добивать плюс-минус блин я так люблю когда вот типа якобы подписчики заходят потому что они начинают постоянно в чатике писать такие там типа ты мой дружочек там ребят я захожу просто поиграть в игру меня тут нету играйте как вы обычно играете братцы не акцентируйте внимание на мне я не какая-то там порно звезда или еще кто-то потому что блин нужно понимать что я просто захожу играть и все и отсюда первое что мы будем делать это ботал вот лик первым год суицидитив а он блочит еще хорошо прям под тэшкой не знаю что это за пауза но инвокер умер задушили хорошо сапог бы выформить еще один крип вот этот еще один все ходим сейчас под уже полетит готовимся сапог ботал и погнали максимальный хорошо я так думаю тут легкая будет хорошо хорош господи ребят спасибо всем кто смотрит видосы от души каждому за поддержку за максимальные так сказать просмотры по первой дотке вам каждому респект кто поддерживает но отвечаю вам просто лютый респект потому что мне иногда очень тяжело делать эти видосы потому что они сами по себе бывают видео очень трудные там ну смотри герой какой-то может может как-то время сезона вайкапе очень тяжелое что слишком жесткие качели какие-то получаются поэтому братцы респект всем кто лайкает кто поддерживает комментирует именно адекватно спасибо всем я прям стараюсь максимально делать все для вас чтобы вам было интересно чтобы вам было интересно смотреть там адки стал подбирать я намного лучше то есть не просто тупо какие-то там обычные дефолтные там знаете разносы просто в ноль стараюсь максимально как-то подобрать хорошую интересную игру чтобы было вам интересно чтобы было интересно смотреть нам потники вот первая игра на тинкере потненькая была сначала легко а потом было очень потно потому что там пошел разлад у нас уже конкретно по игровому процессу так что ребят спасибо всем кто ценит мой тур каждому респект руку бы пожал но к сожалению не могу так кашель кашель задушивает не знаю уже очень давно кашля не проходит табли досы уже кончились так берем ракету тройку инвокер нас без вижу на оставил но нужен vision ребят он на свой хг поставим общего за ним и по мы такие уверенные он отойдет он побоится про кастом побоится про есть хорошо подраться хорошо но инвокер дает travel past там собрать ждем пуджей в меду пуджей сейчас travel уже будет пятое минута travel но инвокер максимально фидит меня как может оля максимально душит надо было инвокера братан инвокер ватный че я даже соул тут наверно выформлю таким фармом ооо на хосте на хосте оп оп побегали как дурачки но максимально фидит прям стараются ребята так теперь раскачиваем марш и есть у нас соул пас бладстоун интересно выйдем получится у нас пока на базу не полетим фармится нормально с линию запущем уйдем у меня 9 левел очень сильно напидели цены пропал уже у меня есть все братан ну как хочешь ну все инвокер твоя катка закончилась совсем я очень сильно перепармлен умрет интересно умрет его бы надо могу помогать пацанам убьем лохуском жесть накрыла меня на низу эсэф еще формируем так ребята на топе дерутся зря вы там без меня ребят я же ушел хорошо и пусть прям ну пойдет все равно пойдет могло быть и хуже на мид надо возвращаться с линии свалил инвокер фри фарминг хорошо берем пуль в двойку пузаж точно там до игра не будет для бро по-фигуцки до игры есть лично так крепился вот этого быстрее убивает нам марш и идут хорошо чайка все не хватило хорошо катка идет пока на стадии вот этой вот так там помочь бы саму помочь бы жалко на руне нету варда было бы круто я иногда не отменяю тычку это очень плохо очень плохо вар туда надо а кого убиваем а то пик узко варда нету когда умер рощ а вот она че вард стоит так ну хуск тупо ломает надо дефиться только это очень хорошо что он так агрессивно работает агрессивный хускар но это не проблема его bloodstone выходим ребят я извиняюсь ребят что вот так вот кашляю вот это вроде я просто искренне извиняюсь но вот так бывает когда холодного много выпиваешь хорошо еще марш и закинем две пачки тп на базу как раз эксп почти хорошо пуджи верны гу в какой пуджа хук большой машинки машинки работают вот она чего как поставил машинку то хорошо 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 а рочь господи почти солт бустер жесть как его марш и душат пускай этого сюда уж пока резается у нас ребятки тоже активно играют это очень хорошо что мы сможем полностью реализовать этот билд он на базу не полетим я у меня уже манки на что не осталось но один кем заберем и улетим полетели 2 600 маны имеется сейчас солт бустер на топе наверно пачкой крипов заберем хорошо и лесочек можно будет погангать 1 грибочка к сожалению нам не хватает ребят а ничего так что нам нужно делать дальше пока прессингование вот эти занимаемся этими прессингами и все так вот ну к чё то ворщит можно сказать но надеюсь никакого тут инвокера нет рядом хорошо ну ка брат иду иду чё там узко убивают они молодцы но маны нету то есть у нас уже вот такая штука курума газ пешком не пойдем и второй солд ринг собираем ребят пунка молодец хорошо отыгрывает есть у нас уже был отстал сейчас полетим сразу на топ забирать его как сказать с магазина тепленьким хорошо и второй надо второй солд ринг делать теперь учитесь делать второй солд ринг второй солд ринг очень вам будет помогать потому что очень много маны будет давать очень много маны на базу лес по сходить да по грибы там еще огур блин проблемой будет шам этот расслабляемся можно сказать и зря базу на топе да с караблейте очень тяжело выносить будет к пушить пешку хорошо есть солд ринг поехали ребятам помогать next аганим конечно будем работать с аганимом так огур на низу надо пойти искать инвокера инвокер сейчас уязвим вон он пошел помнишь нами бегать лучше расснулся отлично вот эту штуку опасно не обязательно база лететь было мне сейчас я мог и принципе и низ леса поковырять в принципе но я вот так подфармливаю просто можно намного больше выфармить я тупо лайн толкаю можно прям намного больше риарм давайте возьмем но мне кажется это лишнее будет я и так все блин принципе четко делаю сейчас на данной стадии вон на топ вон на топ хорошо маршей закидываем фармим медас инвокер сейчас в лес пойду надо медас инвокеру пресекать сейчас вот здесь зафармливаем и погнали по лесу две пачки маршей тут маршей закинем погнали конечно путь может нас тут обломить надеюсь так не произойдет брону тут я тебе не помогу уже на низу много ну я думал улетать или нет пуск пуск погиб погиб риар гнать это топ нас почти есть агоним вот тут в этой катке насладимся в полной мере баланс есть мы можем тут еще и проиграть возможно даже каткой проиграна но ама игра будет офигенная сейчас через агоним и начнется веселуха у ромах даю хорошо я отошел да я бы забрал риса золото нет о огур там лог по эти кидай хорошо есть агоним кстати хороший билд на данный момент артефактам у меня дальше шива на низу говардики что будем делать будем делать грязь ребятки туда тп ходим вот сюда фармин диди рожь походу там узко поймали сейчас будет ну айс расстрел сейчас будет вот есть чё не бро хорошо нормально расстреляли правда чуть не сдохли трек 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 дай просто трек от бх требуется и все но если там расстреливаю просто люто сейчас шиву вообще откуда что-то надо ребят в этой катке даже линка даст и возьмемся без случая даст помой а не ботал где мой бортал извините я его продал что и блин ли я как-то его выложил криво что-то газанул мой ботал походу и я ботал еще только его с воровал ботал функа забрал а чалька даст ускаром проблемы джанета можно не бояться так ситуация накаленная на самом деле хекс надо делать ребята не шиву хекс хекс надо делать хуско не пробиваем с хексом хотя бы сможем побить с хексом хотя бы можем побить хексом 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 ворчу нас по вардам кстати нету вардов хексом митвокер спины по дисплею а и нормально умер hex next там ребят полюбе там еще как-то пушить надо эту катку когда еще подпушить надо возможно догон сделаем x догон и такой билд потому что вроде демиджа хватает хорошо гони с патером центре только надо покупаем я сам хорошо есть не сможно смело я улетел hp нету mp нету драка лютая произошла да но пока у нас кунка умер пускай проблемы серьезно то есть и просто выничтожаю всех даже пуджа подвижно низ аев такой тинкер тоже прикольный я уже там потом реарм я не нажал случайно хорошо ой пак куда пошел улетай улетай промах у скара очень хорошо контрить это плохо но у меня hex принципе есть уже суверинга пока оставляем но хуску же сейчас сатаник сделает да у нас проблемы с пушем жесткий я походу до соло буду пушить она все от меня зависит в принципе от меня зависит сколько демиджа валью драки правильного кстати еще демиджа роботу бросаем историм хорошо гул хекс узко будем за хексовывать тараска там плохо очень плохо на переборем переборем и борем я думаю на базу подамажил пол хп нефига 2 500 хп там просто осталось найс на миду да они все разку сбивать им постоянно вечный хекс хорошую отлично не успеваю джи ничего не помогло мне но хуска задушили ценой меня это плохо просто сразу на меня прыгнули 6 секунд тресса ребят рано или поздно это должно было произойти что я сдохнуть должен был тем более я так много сейчас импакта внес этим хексом еще кого не зацепим хорошо хорошо вот он импакт с хексом жалко что блатстоун и потерял ребят мид на базу слетая даже не на базу вот сюда дэвну гул хуск там резнулся уже подсторим нужен нам нужен нужен там хекс уже в драке skype of wise где у нас все хексы по кд молодцы неплохо получается сейчас личненько так раскастовываем бесконечные хексы но это то что я в принципе хотел покайфовать вот так вот именно все джи-джи сдали с пятером просто все лол джи-джи парни че-то жесть парни че-то прям зря они прям так фп сразу вот сюда так 3 800 у нас есть можно еще лаз слот какой-то приобрести ребят че лаз слот какой-то латс тоннчики есть у нас это главное потому что без блатстоунов мы какашки блатстоунов мы какашки медленный рез а так я в роли такого жесткого персонажа который полин резается душит хорошо базу the part сколько уже пропал да надо еще заменить его как раз крипа на топе стасового нету нету travel 2 let's go travel 2 и ласт слот какой вы скажете тут будет не знаю пока не знаю на самом деле я бы сделал что-то от пуджа что-то от пуджа надо делать ухлютая катка вот это то что я хотел именно ракетный тинкер такой мы его не заберем не вы не заберем вернусь ты его за контрена gg nice хорошо там сэфу бегают инвизны блин это люто кстати прокачкой ультимейта в тройку это очень жесткая комбинация через хиксы и просто ракет это очень жестко gg хускар ластовый был по он кто фэф и не писал джим хорошо иди сюда с руки будем бить gg жестко это круто не знаю как вы ребят думаете но это круто крутой билд шива еще сюда добавить можно было друг сэфа там джида это еще живой ушел ушел живцы район целый орел как говорится так хорошо гон распуливать ракетами плохо нет 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 да что ж такое жесть как расконтрили я там хекс хекс хитман и все кончилось джи его закончим джи блин ну вот ласт слот наверное шива все таки давайте шиву сделаем ласт лотом вместо соула соул очень много дает как бы тот монопол который нам даст соул он наверно не перекроет жизнь это круто жалко блатстон и прогулял нет такой нефиг то что такое то он я потопу буду толкать бесконечный хекс двоих можно в принципе смело держать фикси жалко что от крипов ultimate не отскакивает большие пуджи сэфы с тарасками сэф очень жирный сэф очень жирный лучше пошел сюда на вардинг ой да хорош хорош сэфом визе это по его и всего вот он можно нельзя все уже дальше нет смыслайте пункта же вибро жага вовка встал до печально наши его туда выформим и 700 шиву шива тут принципе не нужно так чисто я в драке особо нет пойдет шива сделаем срок а у делать вещи весь лес и барк убийца у нас получился 6 сладовый на базу ой сэфиуса убивает как он там умер опа закон перли лучше соло никуда не идти против тинкера потому что это джи джи души вода купим соло оставляем на базе этом рейсики докупили получается такой билд у нас что ли забавно вечные хикс и получаются хорошо ну тинкеру совершенствовал себя как говорится круто ребят пробуйте билды обязательно пишите какой билд вам понравился больше потому что эти два билда они прикольные ну или вот то есть первый билд который был это дефолтный билд на нашего героя тот билд который сейчас играем это прикольно даже билд тоже прикольный билд она кончилась но вы держитесь там ребята как раз я тут развлекает блин ну класс мне очень нравится остается у нас самая ластовая к . друзья это конечно же фановая катка в керри ой я чувствую стану я писать тинкеров керри конечно я надеюсь будет но надеюсь будет но так то что пускар сказал нет хватит это терпеть поехали папа кучи джик просто сливаем метро почему ему не помог я так и не понял а ну афера тоже в эффект луне там плохо поймать и шопок люто-люто ребят это просто люто жесть так погнали додушивать локер он идет рощ кого додушивать все уже делать она издались походу по и спел я gg ребят вот такая вот у нас к . получилось еще одна на тинкере через bloodstone и аганим очень классный билд тем что много ракет и в троечку мы докачиваем реарму у нас получается вот такие на результат если на обычном тинкере то есть на первом билде мы стараемся не качать реам в тройку потому что у нас маленький монопул то в этом билде где 2 800 маны это просто пущено заходит но это не значит что в первом билде не нужно качать реарм в тройку ну по мере возможности когда вы видите что вы уже можете юзать реарм в тройку что вам будет всего хватать вы тогда можете это делать ну что же остается у нас ластовая фановая каточка конечно же в керри керри тинкер ох ребят напоминаю так собираться не нужно что ж напишите какой вам билд понравился первый или второй ну или третий который сейчас будет поехали